Привет, YouTube! Привет, уважаемые зрители! Я, наверное, как и многие самодельщики и электронщики, периодически пытаюсь восстанавливать вот такие аккумуляторы. И хочу поделиться с вами одним неожиданным и интересным моментом, который у меня случился вот буквально сегодня. Я забыл поставить диод на солнечную панельку, когда выставил на зарядку вот такой вот неисправный аккумулятор. У меня их несколько, и что бы я ни делал с ними, всякие там припарки ему не помогали. То есть вот этот вот, по крайней мере, еще даже до сих пор никак не реагирует. То есть вот нет никакого заряда, вольтметр ничего не показывает. А вот этот вот аккумулятор сегодня показал, что он заряжен. Вот даже напруга на нем не падает, я его высаживал. То есть даже коротыша ему делал, вот можно сделать. Вот так вот. Раз. Смотрите. Вот даже замыкая проводом, чуть-чуть идет падение напряжения, а провод разогревается. То есть аккумулятор восстановился. Восстановился сам, без особых примочек, без соды, уксуса и перца. И как восстановился? А восстановился благодаря ошибке моей. Я взял аккумулятор, присоединил его к солнечной панели, так я обычно делаю. Но, правда, вот здесь вот к панелькам всегда были припаяны диоды. И вот здесь вот на этой панельке этот диодик есть. Но этой панели не хватало, что-то напруги, и я решил использовать более мощную панельку. Сейчас она у меня заряжает другой аккумулятор, солнечную. И забыл посмотреть, есть там вот такой диод ограничивающий или нет. Для чего нужен ограничивающий диод? А чтобы ночью, когда панель начинает проводить, она не разряжала аккумулятор. То есть если заряжать просто солнечной панелью, без диода, вот такие вот аккумуляторы, ну либо другие, то днем они будут заряжаться, а ночью разряжаться. Так вот, моя ошибка как раз и стала моим везением. Да? Аккумулятор восстановился благодаря тому, что днем он заряжался, а ночью разряжался. Происходило это довольно долго, уже не помню сколько дней. В общем, валялся на балконе. И сегодня я взял его проверить. И, пожалуйста, вот оно чудо-чудное, диво-дивное. То есть аккумулятор работает. Работает, я еще его позаряжаю, потестирую. Возможно, он, конечно, неполную емкость приобрел. И я думаю, что, ну, ошибка есть ошибка. Есть ли в этой ошибке какая-то подоплека? Ведь все-таки надо ставить диод, чтобы аккумуляторы не разряжались. И вспомнил вот такую схему, ну, точнее, порылся в интернете, по книжкам, сходил в библиотеку. И вот давно-давно была такая интересная книжка, там, самодельщики села или самоделки сельского электрика, что-то такое. И там предлагалось, правда, не такие аккумуляторы, это литий-ионные аккумуляторы, а кадмиевые и свинцовые аккумуляторы восстанавливать вот таким вот образом, даже если они сели в ноль. Это обычный трансформатор, который раньше использовался в ламповых телевизорах, а здесь вот обмоточка нити накала. Там, по-моему, 6 вольт на нить накала идет и достаточно большой ток. Ставится большое ограничительное сопротивление, большое по мощности, всего 300 Ом. Ставится диод на те времена распространенный, выпрямляет. И, о чудо, тут есть кроме диода, так-то вот вместе с резистором и диодом получается одно полупериодное выпрямитель, что вполне достаточно для того, чтобы заряжать батарейки и аккумуляторы тех лет. Сейчас это говорят, не заряжайте. А раньше-то говорили, ничего. Можно было и никель-кадмиевые заряжать, и ртутные заряжать, и свинцовые заряжать. Все было можно. Сейчас все запретили. Короче, вот меня удивил вот этот элемент. Конденсатор. И вспомнил я, что когда-то давно в школе, ну или по окончанию школы, я встречался с людьми грамотными, электрически грамотными, которые говорили, что чтобы заряжать аккумуляторы, даже автомобильные, не надо ставить 4 диода, не надо слишком сильно сглаживать напряжение, сглаживать ток. То есть пусть он будет пульсирующий. Если ток пульсирующий, то происходит тренировка аккумулятора. Я почитал даташито, почитал описание. Оказывается, действительно рекомендуют при зарядке, то есть зарядить, а потом разрядить. Так называемая тренировка аккумулятора. И в хитромудрых зарядных устройствах она организована с помощью микросхем, контроллеров и прочего. А в былые, стародавние времена в селах ее организовывали с помощью конденсатора. То есть часть полупериода, конечно, аккумулятор заряжается обычным выпрямленным током. Но помимо этого на него еще поступает переменка. И в тот полупериод, когда все положительное, тут идет, значит, основной ток и тут немножечко. А вот когда происходит отрицательная полуволна, то через небольшую емкость этого конденсатора, а емкость тут варьируется от 0,1 до 2 микрофарад, зависит от емкости самого аккумулятора, который восстанавливается, заряжается. Аккумулятор разряжается через эту емкость в один полупериод. Происходит это 50 раз в секунду. То есть тренировка конкретная, частая и хорошая. И что же получается? То есть получается я случайно, правда с циклом не 50 раз в секунду, а один раз в сутки тренировал этот вот аккумулятор. Который? Вот этот. Да, вот этот аккумулятор. И он у меня натренировался настолько, что взял и восстановился. Теперь я то же самое попробую сделать и с вот этим аккумулятором. Возможно, ему эта припарка поможет. А на этом все, ребята. Пока вот такое случайное открытие гениальное я сделал и им с вами поделился. Пока-пока!